Политтехнолог. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Аббас, конечно же, в первую очередь хотел бы спросить вас о атаке беспилотниками Москвы. Здесь не надо быть военным экспертом, чтобы посчитать. Беспилотник летит со скоростью около 200-200 км в час. От границы до Москвы, от границы с Украиной 500 км. Понятно, что маловероятно, что он был запущен с территории Украины. У меня вопрос, потому что прилетело по разным цифрам 25-32 беспилотника. Много летело над Рублевкой. Это такой район, кто не знает наших зрителей. Элитный район под Москвой. Очень много писали, что упал беспилотник около резиденции Путина. Три км Шойгу, других чиновников. Также к стене Собчак говорила, что сама слышала и видела хлопки и удары. У меня вопрос, вот 200 км в час летит беспилотник. Может ли это то, что придумали ФСБ или другие службы в России, чтобы как-то скратить народ? Потому что потом очень красиво и качественно многие чиновники из Думы говорили, что вот видите, нас атакуют. Мы говорили не зря, что если бы не мы, тогда бы атака была на Россию. Нет, Игорь, этот вариант полностью включен. Они могут говорить вопрос в том, верят ли им, слушают ли их. Ребята, вы власть на протяжении 25 лет практически. Вы на протяжении всего этого времени уничтожали в стране демократию со словами «мы вокруг враги, не время разводить демократические дискуссии, надо сплотиться и противостоять этому врагу». Пришло время противостоять этому врагу, а у вас беспилотники там на Москву летают. Ну и вы нам говорите сейчас «давайте сплотимся, давайте противостоять». Мы кого-нибудь другого тогда поставим противостоять врагу. В ваше время вы свой мандат исчерпали. Понимаете, примерно такая реакция. Надо понимать, что народ сплачивается в авторитарных странах, народ сплачивается вокруг власти не в момент, когда ему грозит опасность. Нет, не столько опасность сплачивается, сколько успех, победа. Вокруг сильной власти сплачивается, вокруг слабой власти не сплачивается, слабую власть ненавидят и презирают. А в этой ситуации они демонстрируют как раз слабость. То есть в очередной раз выясняется, что система ПВО дырявая, что армия ни на что не годится. Ладно бы там и Бахмут взяли, условно говоря, а здесь проворонили. Так они ни там не могут, ни в Бахмуте, ни здесь ничего не могут. Кремль не могут защитить, значит, из-под Херсона ушли, из-под Харькова сбежали. Ну то есть за что ни возьмись, у них все это рук валится. Вот же ощущение какое возникает, понимаете. Еще украинцы в тылу там... Наших пропагандистов там. Ну в общем масса провалов. Поэтому чтобы они сами добровольно, во имя какого-то абстрактного сплочения, которого никто никогда в глаза не видел, начали сами себе в ногу стрелять, демонстрируя свою полную некомпетентность, по-другому не скажешь. Ну конечно нет, это абсолютно unreal. То есть не будут они такими вещами заниматься, это такая уже, знаете, ненужная конспирология. То есть не будут люди демонстрировать свою собственную слабость и некомпетентность добровольно, понимаете. Это те вещи, которые во всем мире всегда пытаются замаскировать, а они тут сами будут подставляться. Поэтому поймите, вот это то сплочение, о котором вы говорите, оно не стоит той цены, которую за это сплочение заплатится. Особенно с учетом того факта, что никакого сплочения и не будет. Будут призывы к этому сплочению, да. Но повторюсь, верят сильной власти и сплачивают вокруг сильной власти. А власть, которая пропускает удары, не сильная. Вот, поэтому совершенно такая излишняя версия, ну такая вот, нет в ней необходимости. Есть совершенно очевидный контекст. Россия война с Украиной, Киев. Ну разве не естественно предположить, что в этой ситуации Украина организовала обстрелы Москвы, бомбежку Москвы сама. Что касается того, что необязательно выпускать, ну там, вот то, что вы говорите, там не с территории Украины прилетели. Ну да, ну что, украинцы каким-то образом не ставят российских пропагандистов в тылу, да. Ну то есть очевидно, что украинские спецслужбы работают качественно, что у них есть люди, да. Снял там какую-нибудь заброшенную, знаете, ферму там, я не знаю, завод там. Да просто в листу умолчить, ну я не специалист, да, но я предполагаю, что там возможностей много. Снял там, собрал эти дроны и запустил. Знаете, когда первый раз вот обстреляли украинцы под Рязанью, этот вот аэропорт, где стратегические бомбардировщики, по-моему, у них базируются. Ну какой-то военный аэродром, в общем. Кто-то из украинских спикеров, я сейчас уже не вспомню, это уже несколько месяцев прошло. Но кто-то из них тогда намекнул, что это было организовано силами ДРГ, что это не обстрелывался не из территории Украины, ну там тоже дроны прилетели. А что это кто-то из ДРГ проник на территорию России, а украинские ДРГ это умеют делать, мы это только что видели, значит, в Белгороде. Ну то есть там формально они русские, не украинские, но понятно, что если русский легион это может сделать, то и СССР могут это сделать. Поэтому, может быть, и не из территории Украины, да, но я думаю, что все-таки это украинцы. Ну, кстати, вы вспоминаете, вы говорите, наверное, об аэропорте Эйск, да, когда там... Ну, по-моему, да, ну в Рязанской области, в общем, там, вот одновременно тогда об аэропорте Рязань, под Рязанью аэропорт и аэродром, и под Саратовым. И вот про Рязань кто-то, то ли Будана, то ли кто-то из вот замок, ну кто-то из имеющих отношения к делу, они, так сказать, там вот был такой вот комментарий, такой неоднозначный, ну как у украинцев всегда, знаете, там, типа, покурить. Сирония. Ну, да, 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 то есть такой вот, ну типа, как хочешь, так и понимаешь. И там вот мысль прозвучала, я ее зафиксировал для себя, потому что она для меня была новая, я же не военный человек, я не знал, что такое возможно. А вот после этого комментария, я помню для себя, пришел к выводу, что, оказывается, теоретически дроны, они могут запускать из территории России с помощью ДРГ. Ну, я думаю, вот так оно и было. Ну, вот мы сошлись на том, да, Бас, и вы говорите, что, оказывается, и Москва не защищена, а у меня тогда вопрос, риторически, наверное, а что тогда защищено? Ну, если даже Москва не защищена? Ну, конечно, конечно. Первый раз украинцы это продемонстрировали, когда взорвали беспилотники над Кремлем, но, значит, ну тогда это такая была история, чисто, знаете, ну, политическая, если можно так выразиться, да, то есть рядового москвича не очень касающийся. Ну, да, то есть и раз долетели до Кремля, то теоретически до кого угодно могут долететь, но, в принципе, целились в Кремль, потому что Кремль там враг, да, вот. Автоматические выводы о том, что могут долететь нас, москвичи тогда не сделали. Ну, вот им теперь прилетел намек совершенно конкретный, что, ребят, до вас тоже может долететь. Особенно вот здесь я бы обратил внимание на тот факт, что долетели до Рублевка, вот вы сказали. Ну, вообще там и в Москве взрывы там профсоюзные, новая Москва, это все направления вот юго-запад, запад, то есть это наиболее престижные московские направления, там, где живут как раз все московские элиты. То есть, условно говоря, президенты госкорпораций и ведущие чиновники живут на Рублевке там вот за городом, да, а их там вице-президенты, руководители департаментов, помощники, они живут вот где-нибудь там на профсоюзном, да. И вот удар нанесен, в первую очередь, именно по ним, поэтому такое послание элитам именно. Ну, ребята, вот вы сидите там и ждете, чем все это закончится. Но если вот вы ничего не будете предпринимать, чтобы война кончилась поскорее, ну, так вы дождетесь, что вы без домов останетесь, а может еще и без семей, не дай бог, как говорится. И поэтому послание такое, вот их подталкивает, по сути, к действию, да, потому что они все знают, что они недовольны Путиным, они недовольны войной, но они ничего не делают для того, чтобы эту войну остановить. Вот-вот им такое послание, что, ребята, ну, хватит сидеть, давайте работайте. Кстати, Аббас, насколько вы верите в следующую информацию, и вы, как политехнолог, могли бы предугадать и сделать такой же шаг? Я о чем? Потому что издание The Moscow Times передает из своих источников, что в то утро, когда летели беспилотники, Путин был в своей резиденции в Новоогарево, где-то примерно 10 километров от ударов, его разбудила служба безопасности и куда-то увезла. Может такое быть? Или вы, как политтехнолог, понимаете, что это уже хорошая, приукрашенная история, как защищают президента России? Нет, это история плохая для него. Ну, то есть, понимаете, если, ну, вот, трудно же понять, что там на фронте происходит. Никого вот из той аудитории, о которой мы говорим, которая влияет на принятие решений в России, да, элиты, они, никто из них не на фронте. Никто из них не на фронте, и детей у них там на фронте нет, и, соответственно, они знают обо всем, догадываются по каким-то косвенным признакам. И когда Путин говорит, что все идет по плану, ну, окей, приняли к сведению, вот президент так говорит. А когда президенту, значит, посреди ночи спать с постели, хватают, значит, пижаме, значит, в ночном колпаке тащат, куда-то там в бункер прячут, ну, окей, приняли к сведению, понимаете? Ну, то есть, это событие, которое, во-первых, такое оно очень яркое, такое драматичное, значит, так картинки такие рисуются перед глазами, да, там, Путин убегающий, значит, с ночным горшком под мышкой, значит, куда-то там в бункер. Вот, и именно такие вещи, значит, ну, запоминаются, они визуализируются легко, да, и они влияют на восприятие происходящее. Ну, то есть, каждый следующий раз, когда Путин, значит, будет говорить, что все идет по плану, те, кто слышал вот эти новости про этот, значит, про то, как его в бункере прятали, ну, они будут усмехаться и говорить, ага, да, знают. Ну, смотря какой план они уже придумали, может, новые планы, все идет по плану. Да нет, ну, слушайте, да нет, ну, какой план, чтобы Белгород, чтобы Москву, нормально у них такие планы, на кого они работают, надо разобраться, на какую из разведок. Так вот, поэтому, Игорь, это очень плохой месседж для российского президента, для российских властей, и, конечно, это точно не они придумали. И я думаю, что, ну, велик шанс, что так оно и было. Москву Таймс — это серьезное издание, это не какой-то там левый телеграм-канал, то есть, там относятся к информации, ну, стараются ее проверять, то есть, непроверенная, ну, там стандарт, знаете, вот, как минимум два источника должны подтвердить. Если один источник сказал, там, даже божился, там, клялся, а второго источника найти, который подтвердит, они не могут, они не будут об этом писать. Вот это, Москва Таймс работает именно вот в соответствии с этими стандартами, и поэтому это та информация, которой, в принципе, можно доверять. Ну, насколько можно в нынешней ситуации, хотя чему-то доверять. Да, понятно. Аббаса, хотел бы спросить следующее. Реакция других чиновников, можно так сказать, на то, что произошло в Кремле. Вот, начнем, давайте, с Кадырова. Рамзан Кадыров, после того, как беспилотники прилетели в Москву, сказал следующее, что нужно вводить военные положения. Песков ответил, что потом через прессу, СМИ, что этот вопрос не рассматривается. Но все же, как вы считаете, если это уже в инфополе бросают устами Кадырова, может быть такое, что все-таки будут рассматривать введение военного положения хотя бы на границе с Украиной? Частичное какое-то? Ну, конечно, этот вариант активно оплуждается. Кадыров не первый, кто его озвучил. И поэтому этот вариант вполне реалистичен. Пока Путин пытался от этого воздерживаться, потому что, понимаете, введение военного положения ускорит у людей формирование ощущения, что Россия окончательно превратилась в диктатуру. То есть, ну, пока еще какое-то количество людей, сейчас сложно сказать, с учетом динамики в целом происходящего и с учетом того, что такой социологии, которой можно доверять сейчас, очень мало. Я сточин сюда, там, до процентов, значит, наверное, сказать не смогу. Но, ну, в общем, точно число сторонников властей уменьшается. Но, тем не менее, какая-то социальная база еще есть. Ну, там, условно говоря, давайте тридцать, скажем, тридцать процентов, например, да, может, даже уже меньше. Людей, которые, ну, в принципе, ну, так, лояльно относятся к Путину, уже не в восторге, там, не очень верят даже в него. Но, тем не менее, лояльно считают, что он занимает свое место по праву и что, в общем, они его точно свергать не будут и даже, может быть, за него проголосуют. Вот, может, не все, но большинство из этих людей проголосует за него. Вот, значит, а если сейчас ведешь военное положение, так и отменишь выборы, и у людей сформируется ощущение, что, значит, ну, ты реальный диктатор. Ну, вот эта треть, она уменьшится, там, не знаю, до семи процентов. Ну, то есть, ты уничтожишь свою собственную базу. Когда у тебя база семь процентов, а все остальные уже против тебя считают тебя европатором и диктатором, да еще в условиях военного поражения, военных неудач, ну, режим трудно сделать устойчивым. То есть, он может, конечно, и долго просуществовать, а может и не просуществовать. Это уже такая, знаете, игра с большим количеством, уравнение с большим количеством неизвестно. И поэтому вводить военное положение, резко ускоряя процессы делегитимизации, ну, Путин не хочет. Понимаете ведь, в чем проблема? Когда ты воспринимаешься как такой нелегитимный, как узурпатор, как диктатор, это чревато не только народным возмущением, восстанием, так сказать, Майданом, но и это чревато военным переворотом, элитным переворотом. И, как говорил Макеавелли, лучший способ избежать заговора для государя – это не быть ненавистным народу. А чтобы не быть ненавистным народу, надо в том числе и проходить через легитимизирующие процессы, такие как выборы. И поэтому для Путина ведение военного положения – это путь такой соблазнительный, но чреватый серьезными рисками, вытекающими из возможности делегитимизации. Поэтому он пока старается этого избежать. Его в этом направлении активно покажет, похоже, Патрушев и Сечин, это главные ястребы российской политики. Они это делают по аппаратным соображениям. Если Путин вводит военное положение, если он отменяет выборы, то ему, в принципе, становится ненужной администрация президента. Все управление скатывается в совбез к силовикам. И они получаются такие, знаете, безальтернативные хозяева страны. Путин оказывается с ними в одной лодке и уже никуда не денется, будет грести. То есть будут они плыть вместе до самого конца. А потом, когда то ли ослабеет окончательно, то ли состарится, у него не будет других вариантов преемника, кроме как сын Патрушева Дмитрий. Да, и это хороший куш, и ради него стоит стараться. Поэтому есть основания предполагать, что эти ребята пытаются сдвинуть ситуацию в сторону ведения военного положения. Кадыров, похоже, выступает их союзникам, подыгрывает им. Пригожин не исключено, что тоже играет. Есть ряд косвенных признаков, говорящих о том, что они пытаются толкнуть в ту ситуацию. Путин, повторюсь, пока пытается не впасть от них в окончательную зависимость и пытается продемонстрировать, что он собирается идти на выборы. Вот он публично об этом говорил. Несколько раз в Крымле проводятся совещания об этом, утечки они регулярно делают в СМИ. Значит, о том, что они обсуждают стратегию избирательной кампании, что это будет за кампания у Путина. То есть Путин как бы усиленно всем напоминает, старается напомнить, что, ребята, я никакой не узурпатор, я всенародный избранный, я народный президент. Понимаете? В значительной степени то уважение, которое испытывали по отношению к Путину на протяжении долгих лет российские элиты, базировалось... Там было две составляющие. Первая, силовая, конечно, они его боялись. А вторая, которая в том числе гарантировала лояльность силовиков самих, она заключалась в том, что Путин, он каким-то неяснимым образом умел нравиться людям, умел выигрывать выборы. То есть нас, вот элиты, народ ненавидит, на виллы поднять мечтает. А Путина любят. И наличие Путина во главе государства – это гарантия стабильности. Это гарантия того, что народ нас не свергнет. И с вилами к нам не придет, и коммунистов не выберет во власть. Вот будет Путин, будут его единороссы. Значит, мы спокойно можем заниматься, обделывать свои делишки. И Путин в этом смысле был каким-то даже кудесником таким в глазах элиты. То есть он вдруг, вот он появился в 2000 году, и сумел раз, и вот систему, которая там шаталась во все стороны, вдруг резко стабилизировалась, потому что народ вдруг стал добровольно за него голосовать. И, значит, исчезла угроза того, что и Госдуму он перехватил у коммунистов, взял под свой контроль буквально в течение нескольких месяцев, сплотил вокруг себя ОВР, и Лужковцев, и Примаковцев, и единство, которое за свет за Шойгу туда пришло. Ну то есть создал там суперфракцию, и я после 2004 года вообще под свой контроль взял большинство, зафиксировал с помощью «Единой России». Ну то есть такой, знаете, вот прям такой волшебник. И вот это чувство, оно сейчас и без того слабеет, а если Путин еще и от выборов откажется, ну понимаете, какое ощущение у элит возникнет, у силовиков? Ну это и я так могу, как говорится. Ну то есть, что, просто так тупо отменять выборы, а потом людей палками по головам бить, уголовные дела возбуждать? Ну так задача любой справится. Да, исчезнет вот какая-то магия, да, исчезнет какое-то ощущение, что, ну то, что вот называется харизмой, да, а Путин вдруг предстанет каким-то, ну то, разочаровывающе, блеклым, унылым, и победить не может на войне, и выборы отменяет, потому что боится пойти на выборы народ, в общем, против. Ну в общем, вообще экономика умирает, там, Гаговский трибунал там уже ищет его, там ордер выписал, он теперь боится за границу выехать. Он спрятался там у себя в бункере где-то, значит, ну то есть такая, понимаете, вот исчезает вот эта магия, власть, что называется, да, и это такие вещи и ведут к смерти режима, к его разложению и параличу. И все это заканчивается революциями. Поэтому для Путина в стратегическом плане это такой путь контрпродуктивный. Но он соблазнительный, потому что позволяет избежать выборов, а это уже хорошо, потому что идти на выборы, понятно, не хочется, потому что в нынешних условиях у людей вообще нет никаких оснований голосовать за Путина. Поэтому он точно, вот гадалки не ходи, наберет меньше 50%. То есть придется фальсифицировать. Сильные фальсификации – это риск скандала, риск протестов. В условиях, когда силовики то ли лояльны, то ли нет, непонятно. Вроде формально лояльны, а что они там внутри думают, уже, знаете, сомнения есть. И рисковать протестом тоже вроде как не хочется. То есть возникает совместно отменить выборы, чтобы не рисковать. Но тогда возникают долгосрочные выборы, связанные с долгосрочными процессами дилектимизации, о которых я выше сказал. Но, в общем, там, знаете, у него нет хороших решений. На самом деле он выбирает между плохими решениями. Вот, Аббас, вы вспомнили о выборах, и я хотел бы вспомнить еще о Пригожине. Иными словами, как не вспоминать о Пригожине, если он каждый день что-то говорит. Вот после Кадыры он сказал следующее, что нужна в России полная мобилизация. Мне кажется, а вы меня исправите, если я ошибаюсь, это специально об этом говорят, потому что мы и так понимаем, что и так мобилизация есть по всей России. А Пригожин эти слова говорит, чтобы на России больше свыкались с мыслью и словами слышали «мобилизация полная, полная мобилизация, мобилизация на всей России». Ну, понимаете, Пригожин, он же не пытается подыграть, строго говоря, Путину. Понимаете, он работает сам на себя, он играет сам на себя. Поэтому я не знаю, в каком он контексте сказал вот эти слова про мобилизацию. Скорее всего, знаете, как. Ну, вот он же постоянно болтает, он постоянно с листа что-то говорит, говорит, ну, то есть не по-написанному. Иногда по-написанному у него там при службе что-то публикует, а иногда он просто сам вот что-то наболтывает. Ну, то есть он себя таким оратором, видимо, считает. И, типа, я могу сходу там что-то выдать. Ну, вот, и поскольку, ну, если ты избираешь конференциационный сценарий, то ты не можешь избежать этой мобилизации, потому что кому-то же надо воевать. А желающих воевать добровольно нет. Значит, ну да, действительно надо делать мобилизацию. И вот он там, у него в голове формируется ощущение, что мобилизация необходима. И он это говорит просто потому, что он, ну, не может молчать, ему надо что-то говорить. Понимаете? Вовсе не потому, что он хочет подыграть, там, Путину, если Путин решил объявить мобилизацию, и надо ему в этом смысле подыграть. Нет, без всяких вот таких стратегических замыслов. Просто потому, что объективно им мобилизации не избежать. Вот Пригожин это и говорит, понимаете? Не знаю, не уверен, что моя мысль идет. Понятно? Да, если нет, то я попробую еще раз. Нет, все понятно, Абаз. Приговорю. Смотрите, мы понимаем, что уже идет шестой месяц 23-го года, и к 24-му, к марту, когда должны быть выборы, уже недалеко президента России. Вам не кажется, что единственный сейчас конкурент Путина – это Пригожин? И истекающий вопрос. Многие, с кем я говорил, экспертов, политологов говорят, что незачем менять на кого-то другого, кроме Путина, потому что будет еще хуже. Ну, во-первых, Пригожин не то чтобы конкурент Путина. Пригожин – человек, который разрушает систему, созданную Путиным. Он разрушает вот эту вертикаль, понимаете? Когда он публично оскорбляет руководство Министерства обороны и то вынуждено утираться, молчит, то что происходит с авторитетом министра в глазах военных? Или с авторитетом Герасимова? Ну, понятно, что этот авторитет падает. Ну, вот, соответственно, это разлагающе действует на вертикали. Или когда Пригожин оскорбляет администрацию президента, называет то американскими шпионами, то клоунами со Старой площади. Как это действует на политическую вертикаль? Конечно, разлагающе. Когда Пригожин сидит и активно рассказывает, что элиты прогнили антинародные, плевали на нужды простых людей, коррумпированы, значит, когда он говорит, что система неисправима, неэффективна, то к какому выводу приходят люди, которые его слушают? Ну, потому что, ну, все надо менять. Ну, так это революция, понимаете? Революционные, по сути, призывы. Вот, когда он демонстрирует всем своим поведением, демонстрирует, ребята, старый мир кончился, все, его уже нет. Не цепляйтесь за обломки прошлого, которые течения уже уносят. Все, вот, если раньше надо было делать карьеру за счет лояльности, то теперь нет, время пришло вот фронтировать, брать свою судьбу в собственные руки и действовать на свой страх и риск. То есть, условно говоря, новые 90-е вернулись. Уже не прислуживать надо, уже просто вырывать свое зубами. Вот, так это и есть разрушение системы. Это первый этап революции, по сути. Да, фронт он разваливает. Когда он, хочу, штурмой бахнут. Хочу, ухожу, потому что я его захватил. То ли захватил, то ли нет, поди и разберись. Никаких внешних подтверждений нет. Но, наоборот, украинцы говорят, что нет, еще не захватил. Вот, Министерство обороны глубокомысленно молчит. Пригожий говорит, все, я захватил, пока я пошел. Уничтожил, так точно. А? Говорю, непонятно, захватил или нет, но уничтожил, так точно. Ну, да, 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 конечно. Какой ценой, это другой вопрос. Значит, и вот он берет и уходит с фронта. Пока, ребята, да. И нормально, и все утираются. То есть, какой он, например, солдатам посылает, офицерам, да. Значит, понятно, что это все действует разлагающе на эту тему. Он разрушает иерархию, разрушает систему. И, понятно, и в этом смысле он, конечно, контрпродуктивен для Путина. Он вредит Путину. Но его нельзя назвать конкурентом Путина, потому что, понимаете, теоретически, конечно, можно предположить, что вот разочарованные в Путине сторонники конфронтации с Западом, сторонники войны, они, разочаровавшись слабости Путина, проголосуют, типа, за Пригожина, выдвинут его, выберут его своим, значит, новым лидером. Не, ребят, так не бывает. На самом деле, это будет как в 90-е. Вот разочаровались в Ельцине и в демократах, в реформах, да, вот эти люди, население России. Они что, бросились искать другого реформатора, более эффективного, чем Ельцин? Нет, они разочаровались в самой идее реформ, понимаете? Вот. И сейчас будет то же самое, происходит то же самое. Наступает разочарование не только в самом Путине, а вообще в этом курсе, построенном на конфронтации с окружающим миром, с бесконечным поиском врагов, с бесконечными истериками, с бесконечным накручиванием самих себя, бесконечными этими разговорами о собственном величии. И вот спрос вот на это все падает, понимаете? И когда Путин уйдет, то эта ниша электоральная, она просто деградирует. Там не будет места ни Пригожину, ни Гиркину, никому. Ну, какие есть уохнования у людей полагать, что если уж сам Путин не справился, то Пригожин лысый, там, повар-уголовник справится. Или Гиркин, там, со своей бородкой, значит, интеллигентской справится. Ну, нет, конечно, никаких оснований на это полагать нет. Поэтому эти люди частично демобилизуются, они будут деморализованы, они просто уйдут из политики, они будут сидеть на кухнях, пить горькую и ворчать, ах, какую страну прохукали. А частично они переориентируются на поиск новых идей, новых идеологий, менее конфронтационных по отношению к окружающему миру. Вот, и, то есть, будет спрос на, условно, вот, каким был Медведев в 2008 году, модернизация, там, перезагрузка отношений с Америкой. Вот на это будет спрос, понимаете? И поэтому Пригожин, опять же, в этом смысле, таким вот, строго говоря, конкурентом Путину не является. Что касается того, что не будет Путина, а все будет так же, как бы, там, даже, может быть, хуже, но это нет, это неправда. Это авторская система, абсолютно, это война авторская. У нее один конкретный автор – Путин. Не будет Путина, не будет системы, не будет войны с высокой долей вероятности. Может быть, не моментально, но на каком-то очень коротком отрезке времени. Ни у кого больше не будет, кроме Путина, не будет таких серьезных оснований держаться за эту войну, понимаете? Значит, держаться за эту систему, не исправляя ее. Нет, система настолько слаба, что ее пытаться удержать, не пытаясь ее исправить, ну, ты просто дождешься ее окончательного крушения. Это вот как Николай II, отказываясь от реформ, отказываясь от превращения России в нормальную парламент по демократию, конституционную монарху, куда его звали либералы, кадеты, он довел, в конце концов, до того, до чего довел. Сначала до февраля 2017 года, а потом до октября. И сам закончил, как мы знаем, в подвале Ипатерского дома. И вот в эту сторону сейчас Путин тоже движется. И если Путин уйдет, и кто-то другой попытается продолжить движение в этом направлении, там, условный преемник любой, там, Медведев, кто-то будет, не знаю, кем, неважно. Если он попытается продолжить движение в этом же направлении, ну, все его, вот он закончит точно, как Николай II. Аббас, хотел бы услышать ваше мнение, какову роль вы бы отвели вот этому легиону Свобода России, которые из РДК вместе заходили в Белгородскую область, потому что вот издание The Times взяло интервью в позывной Цезарь. Это командир или заместитель командира Свобода России. И он говорит, что уже есть тысячи заявок на вступление в Свободную Россию, в легион. Как вы считаете, имеет перспективы этот легион Свобода России в качестве революции или смуты, развертывания каких-то процессов внутри России? И не думаете ли вы, что вот этот легион Свобода России может тоже быть продуктом ФСБ? Нет, конечно, нет. Ну, то есть для ФСБ это тоже с*** в ногу, даже не в ногу, в голову. Эти ребята реально несут угрозу системе. Ну, то есть их потенциал еще не до конца понятен, но то, что они продемонстрировали в Белгороде, это уже внушает такое уважение. То есть это уже не выглядело... Вот Брянский первый дебют, он был не очень убедительным, ну, таким непонятным. А здесь эта история была уже гораздо более убедительной. И если они продолжат движение в этом же направлении, то они в следующий раз зайдут числом не 100 человек, а 10 тысяч, но так они реально будут захватиться. Вот. И создадут на территории России, значит, ну, по сути, новое государство начнут создавать. Вот у нас уже кусок России, Россия без Путина. Да, и если они... Ну, и потом постепенно они могут начать расширять эту территорию. Им не обязательно даже будет идти на Кремль, там, штурмовать Кремль. Нет, сам факт того, что на территории России возникла Россия без Путина, и там уже формируются новые институты власти, там, условно говоря, парламент, там судебная система, которая начинает свою деятельность, значит, такую антипутинскую под демонтажу этой системы. Но это приведет к мощнейшему кризису. И без того явления такие уже кризисные, понимаете, а тут очень серьезный толчок будет. И это с определенной долей вероятностью может закончиться отставкой Путина, его уходом, и система, собственно, разрушится. Ну, то есть революции далеко не всегда ли делаются в столицах? Значит, Мао Цзэдун пришел к власти через провинцию, Фидель Кастро сделал свою революцию, начав из глубинки, откуда-то там, из гор, из гор спустившихся. Вот, и регион свободы России, он, в принципе, может в этой роли выступить. Я не знаю, насколько эти ребята, так сказать, эффективны в дальнейшем будут, потому что тут понадобится не только военная эффективность, но и политическая. А пока здесь, ну, каких-то особых выдающихся успехов я у них не видел. Да, даже больше там бросилось в глаза, что как только рейд в Белгород более-менее, так сказать, состоялся, буквально на второй день вторжения, РДК сделали заявление о том, что вот Илья Пономарев, который до этого выступал политическим лицом вот этого РДК, скажем так, что он, типа, не имеет к нам отношения, значит, он какой-то самозванец, а мы вот, типа, сами по себе. Ну, то есть, они начали, по сути, выглядеть так, как будто они начали делить шкуру еще неубитого медведя. Если они дальше будут вот так неэффективно организовывать свое политическое присутствие, то, может быть, ничем таким особо выдающимся это не закончится. Ну, то есть, повоюют, пострадают, какое-то количество критинских силовиков, вынесут свой вклад в падение режима, но этот вклад не будет решающим. А если они будут, значит, повышать свою военную эффективность и еще к этому добавят эффективность политическую, то есть, сумеют грамотно там выстроить отношения с оппозицией, там найдут союзников, будут формировать вот эти институты власти, значит, ну, то есть, сошьют военную составляющую, политическую, соберут в одну конструкцию, вот. Но в этой ситуации они вполне могут оказаться в роли, то, что называется, кингмейкеров, знаете, делателей королей. То есть, у них потенциал есть. Абас, скажите, пожалуйста, как вы считаете, а не имеет ли вот это вхождение легиона России, РДК на территорию Белгородской области куда более глубокую суть, потому что они научно показали, что вот в России нечем защищать Россию внутри России, потому что все войска в Украине, вся техника в Украине, и мы понимаем, что каких-то два или три бронетранспортера проехали границу беспрепятственно. Сам факт, сама суть этого. Конечно, но это очень мощный месседж, демонстрирующий бессилие российских силовиков. Это та же самая, абсолютно та же история, что и обстрелы Москвы. Просто это было сделано на периферии в Белгороде, да, а вчерашний обстрел — это в Москве. Но речь, да, идет об этом, что это такой месседж всей России. Ребята, не рассчитывайте на своих силовиков, они вас не защитят. Ни в Белгороде, ни в Москве. Нет диверсантов на ПТР, нет беспилотников. Поэтому не надейтесь, имейте в виду, когда Путин вам говорит, что все идет по плану, он врет. Это, конечно, главный вывод, который делает из происходящего российский обыватель, когда он на все это позорище смотрит. Аббас, спасибо вам за этот разговор. Я тоже надеюсь, что этот Легион России и Свободной России, и РДК — это те люди, которые начнут вот эти процессы, про которые мы с вами постоянно говорим, и изнутри России. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. Нагадаю, с нами был Аббас Галямов, российский политтехнолог, с которым мы поговорили, власне, о прильоте безпилотников в Москву, и чему Кадиров просит військового стану в Росії, и чему Пригожин говорит про повномасштабную мобілізацию в Росії. Не забывайте подписываться, ставить вподобайки и коментовать эту разговор. Меня зовут Игорь Гаврещак. Побачимось в эфире 24-го канала.